Друзья, всем привет! Это Макс Белоусов и новая рубрика, которую я запустил, потому что я люблю читать книги. И сразу перейдем к названию, почему она называется «1001 книга Макса». Однажды я задался вопросом, сколько книг в среднем человек может прочитать за свою жизнь. Конечно, мы учитываем среднестатистического человека, не энциклопедиста, который помимо чтения еще чем-то занимается. У меня вышло порядка тысячи книг. И я бы хотел поделиться с тобой, дорогой зритель, тем списком тысячи книг, которые, по моему мнению, могут поменять твою жизнь, по моему мнению, могут тебе быть полезными. Это будут книги абсолютно разные, из разных ниш. Это будет и про бизнес, и про маркетинг, и художественная литература, и даже эзотерическая. И, собственно, почему называется «1001 книга»? Потому что я бы очень хотел, чтобы какая-то из этих книг, которые буду рекомендовать, сильнейшим образом повлияла на тебя. Я не знаю, какая это будет книга, но именно поэтому я выделил «1001 книга». Именно та книга, которая тебя сильнее всего поменяет, изменит и сделает тебя счастливым, богатым, красивым, здоровым и наполненным. Сегодня я хочу начать со своей книги, потому что именно эта «1001 книга», вот эта одна книга, как это, наверное, не странно прозвучит, будет именно моя книга «Борьба за внимание», которую я написал. Это моя первая книга. Здесь, в этой книге я рассказал про свой кризис 2020 года, когда у меня было 10 миллионов долгов, срочные операции, я заболел коронавирусом, от меня ушла команда по маркетингу, у меня было маркетинговое агентство, у меня был суд с клиентом, который я проиграл. В общем, жизнь была не очень в этот год, и даже хотелось ликвидироваться из жизни. Это не громкие слова, это так, потому что было очень тяжело. И в 2021 году у меня случился рост x10, то есть получается из полной задницы в рост x10. Собственно, об этом росте я и написал в этой книге. И, как ни странно, ну, почему не странно, потому что я не рассчитывал писать какой-то бестселлер, я просто хотел поделиться своими переживаниями, ощущениями в тот период времени. И, как ни странно, эта книга зашла многим людям. Вы можете сейчас зайти на Book24, на Ozone, на Wildberries, еще на какие-то сайты, где продается моя книга, и посмотреть отзывы. Меня очень вдохновляют люди, которые пишут положительные там отзывы. И многие благодарят меня за то, что я написал эту книгу. В общем, я не ожидал, и мне действительно приятно, что вот такой вот фидбэк по моей первой книге. Почему нужно ее прочитать вообще, в чем как бы вообще соль, да, и почему она полезна. Ну, здесь такая, знаете, классная эссенция истории человека, реальной истории человека. Почему это важно? Потому что я, читая разные книги по саморазвитию, по бизнесу, по каким-то лайфхакам, у меня всегда, знаете, была такая мысль, что автор, он какой-то небожитель, что он никогда не ошибается, что у него все получается, причем у него начало получаться сразу, как он только родился, вот такое вот ощущение, да, либо какие-то истории оторваны от реальности. То есть какие-то примеры, как правило, мы читаем зарубежную литературу, да, то есть зарубежных каких-то коучей и наставников. И как будто бы это не про нашу жизнь. Вот и мне не хватало, знаете, такого а-ля старшего брата, который бы мне поддержал, который мне бы дал совет в жизни, что вообще делать, куда идти, и при этом к которому я бы доверял. И по сути я сам для себя стал этим старшим братом в этой книге, да, то есть я писал здесь очень понятным, простым языком свою жизнь, свою историю с больше падениями, да, больше такими какими-то ошибками, которые я совершал, чтобы вы не совершали этих ошибок. Вот, это первое, да. И второе – это работающие механики, инструменты в маркетинге, бизнесе и психологии. То есть получается и художественный такой подход, литературный, история, и прикладной. Я считаю, что у меня получился вот эту середину, этот баланс найти в этой книге. Она читается, как я уже сказал, очень легко. Многие говорят, что она за два-три дня проглатывается. Сам я ее писал год. Работа по книге велась в большей степени на основе моих материалов, которые я публиковала в социальных сетях. Книга получилась очень стройная, логичная. Одно вытекает из другого. Вот, если пройтись по главам, там я рассматриваю, как ставить цель. Вот, причем делюсь именно своим примером из своей жизни. То есть не просто там рассказал, вот надо вот так, а объясняю почему. Дальше вторая глава идет про установки наши, ограничивающие какие-то убеждения, паттерны поведения. Но будучи глубоко копающим, так сказать, интересующимся, назовем меня психологом уже, наверное, потому что долгое время уже этим занимаюсь, вот я решил простым, пронятным языком, но при этом интересным языком, интересными примерами и интересными инструментами, которые я черпал в течение последних пяти лет, работая с разными коучами, спикерами, в том числе и зарубежными, как Тони Робинс. Я, собственно, этими методиками с тобой, читателей, делюсь здесь, да. Вот, третья глава, там я описываю про то, как дойти до цели, какие стратегии мы выбираем для этого. Дальше инструменты, да, то есть с помощью чего мы можем достигнуть цели, да. Ну и пятая глава про страхи, куда без них. Шестая глава про команду, про бизнес, про масштабирование, про зарабатывание денег. Ну и седьмая глава про любовь, потому что я считаю, что любовь – это самое важное в жизни каждого человека. Вроде бы ничего особенного, но, опять же, основываясь на отзывах людей, которые читали эту книгу, книга реально меняет жизнь. Вот, я всегда мечтал написать именно такую книгу. Сейчас у меня уже три книги, вот, и первую книгу я вам рассказал, вторая книга, она более такая прикладная про стратегический маркетинг и консалтинг, да, я тоже на нее сделаю обзор, обязательно, вот. А третья книга будет про психологию, вот, 100%, прям глубокая такая психология, с учетом моего уже наработанного опыта, более 15 тысяч часов личных консультаций, групповой терапии с людьми, проведения тренингов, вот, чем я, собственно, сейчас и занимаюсь. Основываясь на отзывах людей, которые читали, основываясь на отзывах моих родителей, мои родители – мои главные критики, потому что они актеры театра и кино, творческая у меня такая семья, вот. И очень редко, когда меня родители хвалят, и это именно тот редкий момент, когда они все-таки меня хвалили за проделанную мою творческую работу, они сказали, что очень хороший, легкий, при этом интересный слог, в котором написана книга, сразу вовлекаешься, проникаешься в истории автора, то бишь моей, да, и тут же применяешь, проецируешь то, о чем автор рассказывает в книге на свою жизнь. Вот, собственно, вот такие вот три момента подмечают люди в основном, да. Искренне тебе советую прочитать. Вот, книга доступна на всех онлайн-площадках, вот, она также есть в электронном виде, то есть можно в печатном виде заказать, можно в электронном. Я в руках держу ограниченный тираж книги «Борьба за внимание», который я печатал сам. В книжных магазинах есть оранжевый вариант этой книги от издательства АСТ. Чем отличаются эти издания? Тем, что здесь я, когда сам печатал, здесь другая обложечка, вот, другое качество бумаги, есть закладочка, вот, ну и я подписываю книги, и эти книги можно купить на моих мероприятиях, там, на тренингах, которые я провожу, либо заказать на моем сайте, ссылочка есть у меня в социальных сетях, типа, можете сказать, это какая-то самореклама. Нет, я бы искренне вам реально рекомендовал эту книгу, потому что я бы сам ее с удовольствием бы прочитал, если бы я не был ее автором. Пишите, пожалуйста, в комментариях, на какие книги сделать обзор. Вот, как видите, я люблю читать, вот, и уже перевалил, мне кажется, за штук 500 книг, которые я прочитал за свою жизнь, вот, ну, это не тысяча, но я, как бы, и не собираюсь помирать завтра, время у меня еще есть. Напишите, на какие книги вам бы хотелось, чтобы я сделал обзор. Посоветуйте книги, которые вам понравились, да, и те книги, которым бы вы хотели поделиться с другими людьми. Если вы читали мою книгу, напишите, что да, Макс, я читал твою книгу, напишите инсайты, напишите полезные мысли, которые вы подчеркнули в моей книге, мне будет очень приятно. И я разыграю среди тех, кто оставляет комментарий, как раз книгу в ограниченном тираже, мою борьба за внимание. Для того, чтобы я смог выйти с вами на связь, когда вы оставляете комментарий, оставьте также свои контактные данные, либо Инстаграм, либо Телеграм, чтобы я мог вам написать личные сообщения. Спасибо за внимание, друзья мои. Еще раз поддержите рубрику, мне будет очень приятно, это будет меня мотивировать снимать обзоры дальше. Поставьте лайк, поставьте комментарий осмысленный какой-то, да, вот, я с удовольствием буду отвечать на все комментарии, вот, ну, и участвуйте в розыгрыше в моей книге «Борьба за внимание». Спасибо, с вами был Макс Белоусов, пока.